Путь к знаниям не только тернист, но и опасен для жизни. Чтобы добраться до школы детям из микрорайона Мурский-2, нужно идти пешком по обочине. Родители уже три года надеются, что дети смогут учиться рядом с домом, но школу, которую застройщик обещал возвести еще в 2013-м, так и не построили. В ситуации разбиралась Екатерина Хлем-Язьева. Капюшок все застегивает, вот это вот. И ночеведом ветром несет. Олеся Желяева, сына Егора, собирает в школу, как в экспедицию на север. Девятилетний мальчик на дорогу тратит больше часа. Даже чтобы дойти до остановки, нужно пройти полкилометра по обочине дороги через пустырь. У нас нет дороги, у нас нет освещения, у нас нет бордюров, где дети могли бы безопасно пройти. Но вы тоже представьте, сейчас были морозы 35 градусов. Как вы думаете, родители будут переживать или нет? Естественно, будут. Такие условия не в отдаленном селе, а в центральном округе Омска. В микрорайон Амурский-2 семья заехала три года назад. Тогда главными аргументами для покупки жилья были цена и обещания застройщика. Скоро здесь появится школа, безопасные тротуары, фонари. Все это до сих пор ждут и семья Желяевых, и другие, чаще всего, многодетные семьи. В этом микрорайоне чиновники дают квартиры детям-сиротам, сюда переселяют жителей ветхих домов. Социальное жилье. Но из объектов социальной инфраструктуры только детсад. Здесь ходит только один автобус, а так приходится оплачивать маршруткой. Проезд 50 рублей получается, туда и обратно. Это как бы накладно для многодетной семьи, тем более для двух детей. Приходится старшему идти пешком. Машины ездят, освещения нет. Возвращается вечером домой из школы, уже очень темно. Собаки. В областном министерстве образования микрорайон прикрепили к ближайшей школе, номер 15. По нашей просьбе Егор и его друг Саша проделали пешком путь от дома до этой школы. Шли по обочине, иногда и вовсе приходилось сворачивать на проезжую часть. Опасный виадук пришлось огибать через пустырь. Итого до школы ребята шли полчаса. Расстояние 2 километра. При этом по ГОСТам школа должна находиться в 500 метрах от дома. Дорога была долгая, мы замерзли. Потеплее надо одеваться. В ответ на наше обращение застройщик микрорайона компания «Стройбетон» подтвердила, школа на 1200 мест в плане есть. А вот денег на нее от администрации города все еще нет. При этом мэрия пообещала родителям. Строительство образовательного учреждения в их микрорайоне сделают первоочередной задачей. Откроет дверь и она якобы уже в следующем году. Пока, правда, не видно даже фундамента. Екатерина Хлимьязева, Сергей Степанишин. Новости здесь Омск. Продолжение следует...